Понадобится к пункту 4 нашего плана перейти, который называется технология Z. Вот. Значит, технология Z, в первую очередь я имею в виду следующее. Пусть есть два взаимно простых числа, пусть M и N взаимно простые. Как найти, алгоритмически найти, да, такие X и Y, что MX плюс NY равно единице. Вот. Вот эта вот задача, которую мы должны порешать, чтобы понимать, как это делать. Просто очень часто нужно решать такую задачу. Действительно, очень часто. Пока вы просто мне поверьте, а в будущем вы в этом сами убедитесь. Ну, ясно, что если я, допустим, имею не взаимно простые числа, а какие-то простые. Значит, если, допустим, нод AB равен какому-то D, и мы ищем решение уравнения а на X плюс B на Y равно D, то это автоматически сводится мгновенно, мгновенно сводится к вышеописанному просто путем деления на D, да, это уравнение, которое написано, оно эквивалентно вот такому уравнению, в котором уже в скобочках взаимно простые. Вот. Ну, поэтому, как бы, единственная существенная техническая трудность – это именно находить для взаимно простых M и N, X и Y, которые дают единицу, значит, после такого суммирования. Ну, или давайте вспомним, это кузнечики, да, кузнечик с двумя прыжками на M и на N, и нам нужно найти, сколько прыжков надо сделать на одной ноге и сколько на другой, ну, и, как бы, сколько – это значит еще и сторона, потому что если X больше нуля, значит, мы направо прыгаем, а меньше нуля, значит, налево, то есть сколько прыжков и в какую сторону нужно совершить с ноги, которая на M прыгает, и затем сколько и в какую сторону с ноги, которая на N, чтобы получить вот ту самую единицу, в которую можно попасть. Так, значит, тут есть два способа решать эту задачу. Два, значит, способ один – евклидов. На самом деле они оба евклида. Ну, они, как бы, первый, он такой, он проясняет суть, называется деление с остатком, а второй ускоряет процесс в разы, называется цепные дроби. Способ два – цепные дроби. Цепные дроби – это суперкруто, я их просто обожаю. Ну, обо всем по порядку. Значит, чтобы прояснить суть, давайте рассмотрим какой-нибудь конкретный пример. Просто возьмем и разоберем его. Значит, допустим, у нас M равно 20, а N, допустим, равно 11. Ясно, что они взаимно простые, ну, просто хотя бы потому, что N простое, а 20 явно на 11 не делится. А вот нам нужно решить соответствующее уравнение, M, X плюс N, Y равно 1. Ну, давайте, не угадывай. Довольно часто бывает, можно просто угадать. А вот, я как-то в какой-то группе вел, я говорил, ну, вот надо решать такие уравнения. И все время, значит, когда я называл T, M и N в пределах там сотни, двузначные, все время мне дети умные были, все время угадывали просто, ну, подбором. Ну, блин, я потом разозлился, взял какие-то два числа, четырехзначных, и говорю, ну, подбирайте. Понятно, что нам все равно нужно какое-то правило. Ну, давайте посмотрим, как это правило выглядит. Берем больше и делим на меньшее с остатком. Что значит делим с остатком? Ну, вроде мы это уже проговаривали, когда про подгруппы целых чисел говорили. Мы смотрим, сколько раз 11, 20 укладывается. Ну, только один раз. А дальше остается 9, которое уже меньше 11. Ага. Теперь, смотрите, я вот это 11 зачем-то делю дальше на 9. Вот, и буду я писать так. Вот эту вот единичку я буду другим цветом. Вот то, что не полное частное, я буду другим цветом обозначать. Тут тоже будет очевидно единичка. А потом раз и переключаюсь обратно, чтобы мне не путаться. 9 умножить на 1 плюс что дальше остается? Ну, 2, естественно. Теперь 9 делю на 2. То есть я каждый раз то, что было как бы в знаменателе, то, на что мы делили, теперь становится делимым. А то, на что будем делить, это то, что было остатком. То есть сдвигаются прям парой вот этой направо все время. Вот. Теперь эта пара 9, 2 сдвигается направо. 9 равна 2 умножить на какое-то число. А на какое число? Ну, на 4. Вот. И дальше уже как бы все. Дальше плюс 1. Значит, дальше двойка на единицу делится нацело. Можно здесь написать, а можно и не писать. А двойка равна 1 умножить на 2. Ну, давайте для порядка напишем. Но на самом деле при технологии нахождения решения этого уравнения нам понадобится только вот эта часть алгоритма Эвклида. А вот. И что же мы делаем? Смотрите, что мы делаем. Мы единицу выражаем через 9 и 2 целочисленной комбинацией. 1 равно, и вот теперь сейчас мы должны это делать так, чтобы, значит, другим как бы шрифтом, вот это вот опять, вот то, что здесь было синим, теперь мы, было зеленым, теперь давайте это будет синим, 2 умножить на 4. Значит, или даже подчеркивая, что дальше будет происходить, 9 умножить на 1 плюс 2 умножить на минус 4. То есть, смотрите, мы решили уравнение. 9 и 2 тоже, естественно, взаимно просто. Ну, тут можно легко понять, что в каждой строке, да, если вот изначальные были взаимно простые, то и следующие 2 будут взаимно простые. Почему? Ну, если бы у них был какой-то общий делитель, то из этого равенства ясно, что он переносится сюда. Вот, поэтому каждый раз следующая пара, как бы эта вот взаимная простота, она передается по наследству со строки к строке. Ну, и, соответственно, в конце последняя вот единица выразилась таким образом. Ну, вот, ну, собственно, даже из этого следует, что они взаимно простые. Но мы понимали, что это было на каждом шагу. И это как раз решение такого же уравнения, такого же типа, только для вот предыдущих, 9 и 2. А теперь я делаю шаг, как бы шаг вверх. Вот смотрите, я делаю шаг вверх. Я двойку это выражаю через 11 и 9. Давайте поддерживать, значит, те же цвета. Вот я поначалу реально советую использовать разные цвета, иначе будет жуткая путаница, если вы будете пользоваться этим методом. Я вам советую уметь обоими способами, хотя, конечно, цепными дробями это мгновенно, а здесь довольно долго. Но про цепные дроби надо теорию разводить, почему так быстро все получается. Это будет отдельная теория. Так, 9 и 1, красный плюс. Двойка, что такое? Скобка открывается. 11 минус 9 и 1. То есть это 11 умножить на 1 плюс 9 на минус 1. Правильно? Минус 1. Так, и вот теперь я перегруппировываю так, чтобы, значит... Да, я забыл минус 4, конечно. Смотрю, что-то не то. Минус 4-то я забыл. Вот это все двойка, и она умножается мне, это двойка, на минус 4. Я вижу, что ерунда, и сразу понял, где. Вот, кстати, я ошибаюсь, так дети вообще все время ошибаются. Значит, итак, 9 и 1 плюс 2, которое внутри красных скобок, на минус 4. Ну, хорошо. Теперь давайте... Это мы сделаем в уме. Это мы можем сделать в уме, а именно собрать то, что с 11 тут только одна, это 11 умножить на 1. Умножить на 1. Плюс... А вот дальше мы пишем девятку и смотрим, сколько при ней стоит. Давайте красные скобки откроем, да? На то, сколько при ней стоит. Здесь единица, здесь минус единица, умноженная на минус 4. Ну, конечно, 11-то не на 1, а на минус 1. Ну, ничего. Я думаю, это можно сохранить. Посмотрите, как много ошибок в такой ерунде, да? Но, тем не менее. Я опять ошибся. 11, конечно, умножается не на 1, а на одиннажды минус 4. Да, ни разу у меня не выдавал. Ни разу, ни разу я не доводил до конца алгоритм Эвклида. Ну, что ты будешь делать? Поэтому я никогда им не пользуюсь. Я всегда пользуюсь методом цепных дробей. Но давайте все-таки, да, давайте все-таки доведем. Но это же просто позор какой-то, да? Я даже не буду перезаписывать это. Давайте так и оставим. Поошибался в куче мест. Итак, 11 не на 1 умножается, а на 1, который вот здесь, на минус 4. А 9, здесь единица, а здесь, да, минус 1 на минус 4, это 4. Значит, 1 плюс 1, 5. Здесь должно стоять 5. Вот. Проверяем на всякий случай. Минус 44 плюс 45. Ну, слава тебе, Господи, да? Все-таки единица по-прежнему. Кошмар, конечно, полный. Полный кошмар. Но, тем не менее. 11 умножить на минус 4, да? Плюс вместо девятки я записываю, наконец, последнее. 9 это 20 минус 11 на 1. Значит, давайте здесь у меня 20, умноженный на 1, плюс 11 на минус 1, правильно? 11 умножить на минус 1. Это я просто выражаю, честно выражаю. Девятку через 20 и 11. Выразил. Она на что-то умножалась? Не забыть. На 5. Ну, хорошо. Ну, вроде все хорошо у нас, да? Давайте собирать окончательно все. 20 в результате на что умножилось? А на единицу умножилось, да? И на 5, да? То есть 20 в результате умножилось на 5. Итак, это 20 умножить на 5. Плюс. Наши с вами 11, наконец-то. Ну, давайте смотреть, на что умножается 11. Здесь на минус 4. Здесь на минус 1, но и на 5 еще потом. Поэтому здесь на минус 4, здесь на минус 5. И всего на минус 9. Ура! Все вышло. Это единица. Ну, правда, 100 минус 99 же единица. Ну, можно было догадаться. Я что-то сразу, между прочим, не догадался. Ну, вот дети из этой группы сразу бы сказали, «А, ну-ну-ну, это же крат на 100, а вот 99 рядом. Все, 20 на 5 плюс 11 на минус 9». Ну, вот нашли, все. Х, значит, тем самым. Х равен 5. У равен минус 9. Даже хорошо, что поошибался, потому что мы видим, какие нас ждут здесь ловушки. Ковец. Вот. То есть решение этого уравнения дается положительным иксом 5 шагов направо длиной 20 и 9 шагов налево, отрицательный у, длиной 11. Ну, вот этот способ понятен. Ясно, что он всегда приводит к цели, потому что на каждом следующем шаге будут взаимопростые, в конце концов вылезет единица, ее выразим и вверх по тексту. Ну, а следующий способ, конечно, это цепные дроби. И к нему мы переходим.